Роман Новиков, организатор премии «Человек года в Калуге». На мой субъективный взгляд это колхоз. Камера, вот это логотип. Мне интересно, с какой конкретной компании вы этот логотип взяли. Смотрите, первая, вот компания есть, джестер какая-то. Далее, компания, не знаю, видно, не видно, но если я ее беру, ничего не поменяется. Вот, например, «Вектор детства», точно такой же логотип. Можно ли, исходя из этого, судить о том, что в остальных вопросах такое же отношение к делу? Потому что, на мой взгляд, это достаточно зашкварная история, что используйте чужой логотип. Ну, не знаю, я бы не использовал термин «зашкварный». Как вы боретесь с фальсификациями, накрутками? Жесть, жесть. У меня вот есть доказательства. Это 2018 год, сейчас отвечу. Калужане не умеют рассказывать о том, что они делали, безусловно. То есть, это получается, в какой-то степени это скатывается в конкурс красноречия? Кто круче про себя напишет? Да нет, это не конкурс красноречия. Всем привет, вы смотрите, слушаете очередной виноградный подкаст. И сегодня в гостях устройств, на которых вы это делаете. Роман Гришаков. Это организатор... Новиков. Новиков? А почему ВКонтакте Гришаков? Это фамилия мамы. Девичья. Роман Новиков. Организатор премии «Человек года в Калуге». Сегодня мы... Я уверен в том, что у тебя, я могу уже на ты, да? Ну, можно. Гораздо больше заслуг и каких-то там деяний. Но мне интересна именно премия «Человек года» в Калуге. Подкаст, наверное, будет таким жарким, потому что много вопросов. По крайней мере, у меня к премии. Я думаю, у многих людей, которые так или иначе его касаются, тоже. Но как у любой премии всегда есть те, кому она нравится, те, кому она не нравится. Я убежден, что мне вообще нравится то, что она есть. Это прикольно, потому что я считаю, что людей в тех или иных направлениях надо как-то отмечать. Пусть будет так. Но, с другой стороны, мне она абсолютно не нравится, потому что, на мой субъективный взгляд, это колхоз. И попробуем разобраться в сегодняшнем подкасте. В колхозе. В колхозе или не в колхозе. Или на самом деле это круто, и я ничего не понимаю в этом. В общем, расскажи, как вообще появилась идея организации подобной премии. Сейчас, наверное, сложно сказать. Все это обрастает мифами, воспоминаниями. Вообще, просто сидели, я помню, в редакции «Калужской недели» и подумали. Не хватает мероприятий красивых, чтобы люди могли прийти в смокингах. Женщины могли с гарнитурами, с драгоценностями. Почему нет? Из этого маленького образа стали рождаться ассоциации. Первое, что попалось в премии – «Человек года». Как обычно люди думают. Вот этого нет. Давайте сделаем. Написали письмо. Оно крутилось. Письмо куда? Письмо, естественно, мы написали в администрацию. Почему? Потому что уже тогда было понятно, что мы не вытащим, скажем так, своими ресурсами. Это раз. Во-вторых, мы понимали, «Калуга» любит официальные платформы. То есть, необходимо всегда контекст. Что это не просто так ты в воздухе болтаешься. Тебя махнут рукой и скажут, ну, хорошо, делайте. Молодцы. Вы сделаете, покажите результат, а мы подумаем, подтянуться или нет. Написали это письмо. Оно крутилось-крутилось. Потом оно дошло до адресата и сказал, ну, запускайте. Мы очень удивились, потому что прошло некоторое время, эта идея остыла. Мы, естественно, там растворились в быту, в своих каких-то. А кто адресат? Ну, мы писали тогда, если я не ошибаюсь, на имя даже губернатора. Просто так это родилось спонтанно. И, если честно, хотя мы понимаем, как работает система, ну, никто не ожидал, что будет ответ. Ну, естественно, там отписали на профильное министерство, да, и оно вышло с нами на связь. Поэтому вот, когда говорят, что ничего не решается, ничего не пишется, никто ничего не читает. Но это не совсем так. Просто надо долго ждать. Как придумывался этот регламент выбора вообще, перечень номинаций, откуда взялся? Как вот это все происходило? Очень хороший вопрос. Действительно адресный и детальный. Вообще мы исходили, собственно говоря, из медийных предпочтений. То есть, ну, ты смотришь, что в новостях занимает определенные позиции. Суммируешь и видишь. Здесь рост, здесь неинтересно, здесь серединка. В общем-то, мы взяли все то, что так или иначе отражается в новостях. И из этого, если так можно выразиться, слепили номинации. Потом мы их переименовывали, хотели перечни расширить. Вот сейчас, в 2019-м, в прошлом уже счастливом 2019-м, по сравнению с 2020-м, мы ввели одну номинацию, она вообще не, как бы сказать, не нашла. Что за номинация? По-моему, человек, ну, для, как мы говорили, для силовиков, для МЧС, нам хотелось для Росгвардии, потому что там есть достойные люди. Есть? Конечно, почему нет? У каждого, везде есть достойные люди. Везде есть люди успешные. Нет, как мне кажется, тех, кто вовремя на эти успехи реагирует и предоставляет их аудитории. Но это проблема наша, как бы, медиа. Вы смотрели, может быть, на какие-то там премии, там, не знаю, GQ, Oscar? Нет, нет, конечно, конечно, конечно. Нельзя чувствовать себя, будто ты первопроходец, нельзя ощущать себя в безвоздушном пространстве. Конечно, смотришь, конечно, понимаешь, что где-то ты там не дотягиваешь, безусловно. В силу того, что, ну, скажем так, эта премия параллельно идет, да, с основными направлениями. И человеческих ресурсов, действительно, для реализации не всегда хватает. То есть, есть два волонтера, есть я, и, соответственно, весь поток информации идет к нам. И вот, возвращаясь к вашему вопросу о номинациях, да, мы получили путем, так, спрессовывания новостей, то есть, посмотрели, ну, действительно, мерили месяца два. У меня, помню, были листики, я вот отмерял, смотрел на людей. Это первое. Второе, стало понятно, что нужно искать тех, кто не засвечен, потому что, ну, чего греха таить. Большинство людей известно, они буквально по кругу прошли по всем изданиям. Мне казалось, и до сих пор кажется, что большое количество людей не охвачено. Вот, и, может быть, это иллюзия, я не знаю. Нет, вот как раз из этого и следует следующий мой вопрос такой. Как раз насчет того, что для того, чтобы принять участие в премии, необходимо, чтобы, там, условно, за тебя поручились, там, три, пять, либо три профильных твоих каких-то, там. Две профильных организации. Две профильные организации и пять каких-то, там, значимых людей, там, занимающих. Либо работодатель. Да. Зачастую, там, многие, я думаю, что не будут просто этим заниматься. Как вот этот вот, как вы на эту проблему смотрите? Грустно вздохну. Грустно вздохну. И 2020 год действительно показывает, что иногда людям просто лень. Иногда, как вы сказали, их просто пугает вот этот регламент. Но почему вот этот механизм мы запустили? Я где-то внутренне опасался, что придет большое количество людей и скажет, вот я. И, по большему счету, вот это я будет больше того, что они сделали. Вот человеку кажется, что он сделал что-то весомое, большое. Но это не находит отражение в действительности. А что есть в действительности? На наш взгляд, это показалось, вот, например, человеку, который есть достойный сотрудник. Ну, чего все время директорат-то на страницах, на эфирах превозносить? Есть люди, которые делают не меньше, участвуют в соревнованиях, добиваются действительно достойнейших, скажем, результатов. Почему бы нет? Да, это первый момент. Второй момент, вот, есть люди, которые, ну, допустим, у них проблемы с работодателем. Понятно, что от структуры получить бумагу, ну, вот, как мы на своем опыте, да, ты ждешь очень долго. Соответственно, ну, есть же люди, которые тебя знают, да, которые говорят, вот, классно было бы, чтобы вот ты. И, ну, что, неужели так сложно собраться, да, обсудить, написать эти бумаги и отправить мне на почту? Если возникают какие-то проблемы, там, проконсультируем. Даже было пару случаев, хотя это исключение, да, когда мы говорили, ладно, там, поговорим с кем нужно, чтобы вам подписи сделали. Это все нужно для того, чтобы избавить, вот, как раз, премию от дутых величин. И, знаете, ну, если честно, от людей, которые не совсем в диалоге с самим собой, не всегда адекватно оценивать себя. Вот, нам казалось, что вот такой вот механизм, вот, их отсечет. Кому-то он кажется тяжелым, и мне даже вот члены жюри говорят, ну, давай вот, как бы, отменим. Мне кажется, что тогда это действительно превратится в какой-то, вот, знаете, сток. Человек, я не знаю, покрасил заборы, вот он считает, это важно. Безусловно, это важно для двора, но масштаба города, большой вопрос. Мы сейчас пойдем, дойдем обязательно до темы того, как все-таки принимаются решения. Я забегая вперед скажу, я принимал участие в этом конкурсе. Жюри? Нет, да, как принимает решение. Да, я расскажу. А для начала, ну, прямо вот с самого начала конкурса. Вот вы собрались, придумали этот конкурс, придумали, что есть там человек года. Прикольно там отмечать значимых деятелей там в различных сферах в городе. Например, логотип. У меня вот вопрос, я не поленился, распечатал. Смотрите, вот это, вот это логотип. Это 2018 год. Вот, да, вот это вот, вот, я, чтобы видно было на камеру, вот это логотип. Мне интересно, с какой конкретной кампании вы этот логотип взяли. Смотрите, первое. Вот, кампания есть, джестер какая-то. Далее, кампания, не знаю, видно, не видно, но здесь, если я ее беру, ничего не поменяется. Вот, например, вектор детства, точно такой же логотип. Офис, курвы какой-то, чешская какая-то кампания. Далее, фрешер нау-кампания. Мне нравится, кстати. После этого, коммунитас, какой-то латыш или кто-то еще, кампания. Я тоже, я очень не силен в иностранных языках. Ну, в общем, я к чему, что просто я взял, добавил ваш логотип в поиск Яндекс по картинке, и мне открыли десятки логотипов других компаний абсолютно точно таких же. Это как раз я говорю вопрос о колхозе. Почему колхоз? Я забыла не проверить логотип и сделать логотип, какой у многих. Ну, то есть, типа, логотип можно нарисовать за 5000 рублей. Крутой, свой, отдельный, дизайнер нарисует. Почему вот не, ну, как, можно ли, исходя из этого, судить о том, что в остальных вопросах такое же отношение к делу? Потому что, на мой взгляд, ну, это достаточно зашкварная история, что используйте чужой логотип. Ну, не знаю, я бы не использовал термин «зашкварный». Это немного из другой сферы. Ну, я вот на языке интернета говорил, не блатной романтики. Да, 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 на языке интернета. Ну, если честно, я не совсем понимаю, в чем здесь упрек. Почему? Потому что, вы же сами видите, ты многократно используешь это раз. Я предложил, что мне сделали, я поверил, как бы сказать, исполнителю. Вот, он мне сделал этот логотип. Исполнитель, ты, этот, сфилонил. Ну, пускай так, пускай так, но, на самом деле, это было сделано в тот момент, именно в тех условиях, именно, ну, скажем так, в тех деньгах, которым мы, скажем так, располагали. Я вам поясню, здесь нет, ну, чтобы развеять миф, возможно, будет такой вопрос, здесь нет ни бюджетных денег, здесь нет денег от привлеченных государственных, окологосударственных структур. Да, это делается на, скажем так, сборы те, кому это интересно. Спонсорские какие-то? Партнерские. Я не люблю слово спонсор, потому что оно тоже, вот, из языка определенной сферы, уже не интернетовская, да, у меня какие-то неприятные ассоциации. У нас, действительно, есть партнеры, с которым мы помогаем, мы отрабатываем. Это не просто так вот бросил, там, название в братскую могилу, там, на брендвол, ну, и до свидания. Нет, мы стараемся, скажем так, помогать, ну, в силу своих возможностей. На самом деле, действительно, всегда возникают проблемы с тем, что тяжело запускать, как бы сказать, проект, и когда ты его уже запустил, ты тащишь весь груз того, что было сделано, не очень. Переделаете? Сейчас уже точно нет, вот, в 2020 году. Я приму к сведению, ну, если честно, пока большого желания нет. Мне нравится, чем в золотом, как бы сказать, там, видит, черный на золотом, красиво смотрится. Вот, ну, я посмотрю, да, я приму, как бы, внимание, но я не думаю, что это, скажем так, бросает тень. Ну, возможно, на, как бы сказать, я привык верить людям, с которыми я работаю, которые это делают. Нет, это, естественно, это никак не влияет на суть премии, это просто, ну, типа, просто отстойно. Ну, типа, круче, если бы это было бы самобытно, сделанное, специально, там, я не знаю, вряд ли, ну, там, не знаю, Оскар, логотип, там, премия GQ, там, Teffy и все остальное, они, еще можно найти десяток компаний с точно таким же логотипом. Ну, Teffy делал, наверное, с неизвестной, историю Оскара не помню, честно вам сейчас скажу, с какого-то дядюшки там, по-моему, лепили GQ, ну, это просто логотип, причем это журнала европейского, который... Тем более, кстати, если вы запустите, может быть, какой-нибудь конкурс, может, найдутся молодые таланты, которые нарисуют... Красивая идея, хорошая, вот это продуктивно, если вот эту шелуху со словом, там, уже зашквар спонсора убрать, хорошая идея, действительно, это так, надо подумать, сейчас вот не готов я дать ответ, там, да, что вот прям вот запускаем, спасибо, Иван. Но мы будем следить, мы будем следить. Нет, идея хорошая, в копилку, действительно, мы эти идеи собираем, но вот еще раз говорю, что всегда вот это существует момент организационно, в котором ты тонешь в людях и тонешь в поисках денег, и, соответственно, какие-то вещи действительно важные, вы правильно это указали, да, могут, ну, скажем так... Много денег-то надо на организацию. В целом, это дудевский вопрос, ну, это не дешевое удовольствие, скажем так, оно минусовое, ну, не скажу я сколько, вот, действительно, я не скажу это сколько, но они, по факту, эти мероприятия всегда минусовые, то есть, ну, правда, 2019 год, действительно, я вам скажу, он вышел где-то в ноль, вот так вот, там, да. Но думаете о том, что когда-то это может начать... Конечно, когда в самом начале было классно, думалось заработать на рекламе, не то, что мы будем организаторами всего этого, вот, как всегда, вот кто-то это сделает, вот, а ты вот будешь красиво это снимать, коммерциализировать, а потом оказывается, что вся история-то твоя, вот, как хочешь, так и вывози. Конечно, хотелось бы, да, чтобы она приносила какие-то, скажем так, деньги, но мы сейчас даже больше это рассматриваем, знаете, как, ну, какую-то важную миссию. И, как ни странно, это дебютная премия нас к этому подтолкнула, мы не ожидали, что она выйдет из берегов, мы думали, что это будет пробный шар, вот как раз мы посмотрим, где что не так, обкатаем, а потом оказалось, что это действительно масштабное, востребованное и нужно. Что, какая, вот, что самое важное, вот, в премии? Для нас или для вас? Там соблюсти честность, объективность, не знаю, провести ее, просто сделать, вот, что у нас есть такое явление, то есть какая основная цель? Последний момент очень опасен, потому что, когда ты начинаешь вот это уже делать для галки или с надрывом, вот, в прошлом году мы вот провели большой фестиваль, и уже дыхания не хватало, и, если честно, я сказал уже где-то внутреннее, я просто не могу, учитывая то, что тебе там звонят, уже ночью там и начинают высказывать, ну, сейчас мы, вы приличные вопросы задаете, да, люди, как вы сказали, не стесняются, да вы же там организаторы, если их ответ не устраивает, то пошло-поехало, вот, это было действительно такая вот тяжелая в душевном плане история, я думал, я тверже, я как-то не выдержал, потом я так подумал, ну, давайте, как бы сказать, сделаем, вот, раз взялись, тем более, там, люди, скажем так, нам доверили свои, скажем так, судьбы, биографии, достижения, надо сделать, собрались и сделали, получилось, скажем так, в организационном плане лучше, чем в прошлый раз, вот, что будет в третьей, я, как бы, не знаю, вот, сейчас вернусь к вопросу, просто, как бы, проговаривал, вот, проблемную, проблемную часть, цель, вообще, вот, я говорил, была, вначале, красивую картинку, как бы, воплотить, да, сейчас ты где-то понимаешь, что это важно, в каком-то плане, знаете, вот, лично, социально, ну, то есть, мне 43, да, и ты уже думаешь, что-то в жизни ты добился, да, и хочется сделать, ну, что-то маленькое, не только, там, для себя, для своей семьи, которую ты, безусловно, любишь, и которая является твоим смыслом, да, но что-то сделать и для, не то, что страница в истории, нет, ну, вот, так сказать, если есть возможность, сделать для других, вот, нас вот так учили, воспитывали, вот, как мы это делаем, это вот, вы правильно задаете вопрос, правильно ли, хорошо, или нет, ну, в данном случае, мы действительно, как, в каком-то смысле, первопроходцы, я делаю, такие, сложные шаги, не всегда однозначные, вот, поэтому, цель, наверное, сделать что-то хорошее для города, вот, мне очень хотелось бы, чтобы город это и подхватил, да, и было бы классно, потому что, ну, представьте себе, да, вот, у нас 12 месяцев в году, в каждом месяце было бы классно одно мероприятие, это же было бы здорово, безусловно, не только, там, новогодняя столица, не только, там, человек года, не только, там, какой-то, там, праздник, день города, да, было бы 12 праздников в году, вот, и все калужане бы об этом знали, мне кажется, это было бы намного интереснее, это подхлестнуло бы других делать что-то альтернативное, я, например, думал, что может быть что-то альтернативнее, да, ну, вот, есть, там, какие-то, вот, пару премий, но, у меня вот тоже к ним есть вопрос, но я никогда их не задам, а потому что это некорректно, это где-то в моей внутренней кухне будет вариться всегда. Плюс, еще вот история такая, насчет того, нужно ли это городу, и вообще, я считаю, ну, как можно оценить, оценить необходимость для жителей, да, там, ну, например, по заполняемости зала. Я, как такой начинающий журналист, я провел небольшое расследование. На прошлую премию людей сгоняли на работе, на, у меня очень много знакомых, товарищей, работающих в государственных структурах, и многих, в частности, сотрудников профильных министерств, относящихся к премии, просто заставляли приходить на премию, прям писали, звонили по списку, кто придет, сколько будет сидеть и так далее. Это какой год? Прошлый. 2019? 2019, да. Потому что не могли заполнить зал. Ну, не соглашусь. Вот, если честно, не обладаю такой информацией, на таком, конечно, слегка вы меня удивили, где-то даже неприятно, ну, вот, честно могу сказать, я не сильно в это верю, по одной простой причине, что я многих обзваниваю сам. То есть, у нас немалая часть зала – это участники, которые приходят не одни, а с теми, кто… Это я согласен, да, звонили, спрашивали. Да, 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 вот, это действительно так, поэтому, ну, вот, сгоняли, ну, возможно, это перестраховка какая-то, но она не сильно влияет. Почему? Потому что, ну, вот, как правило, люди, которые приходят из-под палки, они, наверное, там и уходят после 10-15 минут. Или просто, как сказать, зачекинились, сдали пальто, и тут же под шумок номерок, гардеробщица, и на свежий воздух. Не знаю, не сильно мне вот эта история, скажем так, нравится с людьми, которые там должны сидеть по указанию, но, возможно, это, как бы сказать, и тоже момент, ну, как бы сказать, такой работы, который, да, проделывают, как бы не то, что профильная, это при поддержке, да, то есть они за это не отвечают. Если вы тоже вот внимательно посмотрите, нигде там никто не отчитывается за эту премию, и она не стоит ни у кого, как бы сказать, в обязательном. Попросил тогда, вот, как бы сказать, там, вот рассмотреть вопрос, да, вот, наш. В общем, вы хотите уходить от этого, и желательно, чтобы люди ввалились сами и хотели смотреть на себя героя? Да, вы знаете, да и не то, что прям ввалили, а приходили те, кому это нужно поддержать, да, вот, участников посмотреть. Действительно, скажем так, для меня какое-то вот большое количество людей в зале, вот, честно говорю, значение иметь небольшое. Мне важно то, чтобы, ну, мы попали, как бы сказать, вот, я понимаю, череду следующих вопросов, да, в достойных. И мне, вот, если честно, очень нравится, когда выходят, как бы, люди неожиданно, и вот им вручается. Мне тоже, но мы до этого дойдем. Мы дойдем, да, я и отвечу. Как вы боретесь с фальсификациями, накрутками? Жесть, жесть, 2000. У меня вот есть доказательства. Высылаю видеоподтверждение использования Фадеевой ТС административного ресурса сайта премии Человек-года. Вводные данные по самому видео. Видео захвачено программой Bandcamp, в видео фигурируют часы, отображающие время. Для отображения сайта использован браузер Google Chrome. Последняя версия. С установленным плагином автоперезагрузки страницы раз 40 секунд. Также при загрузке страницы проводится клик левой кнопкой мыши, чтобы определить соответствующую номинацию. Один мой товарищ написал скрипт, который я загрузил на ваш сайт. И, в общем, там у меня есть видеоподтверждение, я потом покажу. Я не буду его вставлять, опять же, что, ну, короче, это есть. Правда, я покажу. Где видно, что там, не знаю, там у участницы такой-то, такой-то, который назвал выше, кому интересно, перемотайте, там условно 700 голосов. И через 40 секунд у нее там 2 800. И она в итоге попадает в тройку претендентов. Это 2018, да, 2018 год. Сейчас отвечу. Мы, когда сделали этот сайт, мы вообще не ожидали, что будет такой вот, как бы, наплыв голосов. Причем, произошло то, чего мы боялись, скажем так, тестовую версию, которую уже на тот момент какие-то хулиганы сломали, как мне объяснили, да, ну, скажем так, запустили. Она была, и на нее кто-то наткнулся. Ну, не кто-то, да, а вот представители фейсбучного сообщества. Да, они сказали, да вообще, что такое происходит? Конечно, мы хотели его там допилить, сделать лучше, но, с другой стороны, получилось, что получилось. Это был, конечно, ужасный удар. Почему? Потому что, действительно, мы знали, что там какие-то вещи не так сделаны. Он собирался уже из лоскутов, если вы понимаете, о чем я говорю. А в дальнейшем, да, накрутки были какие-то гигантские, но это не вина участников, я здесь могу ответить. Потому что, вот, вышеназванные вами, вот, персона могла вообще не знать. Там были такие группы поддержки, там были штабы. Вот вы представляете, вот здесь вы занимаетесь немножко выборами. Мне позвонили, сказали, вы знаете, мы штаб, я говорю, какой штаб, простите? Мы поддерживаем нашего кандидата. Я говорю, успокойтесь, это, легче к этому относитесь. В этом нет ни борьбы, ни конкуренции, да нет, у нас есть скрины. Вот у вас упал сайт, его уронили. Потому что, я не думаю даже, что кто-то специально потом это делал, хотя хулиганили. Безусловно, это большой, действительно, напор. Нам потом звонили, там, я не знаю, как это правильно, не провайдеры, а там, где мы разместили, сказали, что у вас вообще происходит. Почему это такое какое-то нездоровое брожение? Здесь смешно сейчас говорить, но это несколько болезненный смех, потому что все это переживалось, потому что тебе постоянно звонили, показывали скрины. Я думаю, что там, конечно, были деятели, которые накручивали, мне присылали в личку люди. Это даже, может быть, и конкуренты сделали. Не знаю, я вообще не хотел вот этой грязи, потому что, ну, естественно, тебя втягивают в какие-то разборки, присылают тебе скрин. Некие господа обязуются за определенную сумму тебе, как бы сказать, бахнуть некое количество голосов. Первая реакция, там, зачем вы мне это присылаете? Я говорю, да, я это видел, но, вы понимаете, я не имею права как бы снять, потому что, ну, мы вообще отпустили возже, что там греха таить. Там большое количество людей этим грешило, там, да, и я не могу, честно, никого поймать за руку. Хотя мы понимали, мы снимали голоса еще, вот у нас сидел там модератор, а потом там возмущались люди, а почему это так? Вот мы показываем ту же самую статистику, не вот конкретному там персонажу, а другим. Он говорит, ну и что? Ну, вы знаете, это было странное время. Сейчас на сайте уже есть регистрация, там, да, но она тоже, как бы сказать, подвисает, да, но это вот убрало некое количество, вот, как бы сказать, уж таких прямых, грубых фальсификаций жульничества. Конечно, вот есть модератор, ему тяжело очень достается, у него не самые большие деньги, да, он действительно, как бы мне это сообщает, я стараюсь с некими людьми связываться. Ну, вы знаете, иногда это... Ну, понятно, это все не всегда отследишь. Я, теперь я пришел к тому, к моему участию в этой замечательной премии. Я вообще стараюсь обходить стороной все подобные мероприятия, потому что мое дело делать, а не собирать там какие-то призы или заслуги, или вообще похвалу там от кого-то. Но в какой-то момент я адекватно понимаю, что премия превратилась в такой, ну, то есть, условно говоря, у нас есть там еще некоторые премии, там, например, ресторанная премия, да, как бы я там к ней не могла. Относился, да, там, и был с организатором ее одно время, потом наши пути разошлись, но, тем не менее, она является для посетителей ресторанов каким-никаким, но знаком качества. Если там у тебя висит эта тарелка, то, что там твой ресторан там отметился, многие так или иначе посетители, они на это смотрят и думают такие, ну, наверное, да. Здесь то же самое, то есть, условно говоря, титул человека года в той или иной номинации, он помогает тебе в достижении каких-то своих целей, проектов, потому что, если ты где-то, например, в официальных структурах об этом говоришь, они на это уже смотрят, ну, наверное, да, вот, человек что-то из себя представляет. Я подумал о том, что, ну, блин, давай попробуем, типа, окей, 2019 год для меня в моей жизни был самым, наверное, самым большим. Вот я сделал за 2019 год больше, чем я сделал до этого за 27 лет. И я был на 100% уверен, ну, что здесь просто очевидно по мне. Я посмотрел еще список кандидатов, я думаю, ну, блин, мне даже было не очень удобно. И как бы в подтверждение моих слов, да, я, естественно, никого не просил там за себя голосовать. Я выложил видео и сказал, ребята, есть такая премия, я не принимаю участие, не надо за меня голосовать, просто зайдите и проголосуйте вот за всех, кого хотите. И там по этим интернет-голосованию, там это есть, это видео у меня на стене, то есть я не призывал никого, я говорю, даже больше. Я говорю, вы знаете, что многие меня ненавидите и считаете меня там конченным, проголосуйте за тех, кого вы считаете нужным. И тем не менее, да, там я там обогнал ближайшего кандидата чуть ли не в 3-4 раза по голосам. И для меня это было абсолютно очевидно, хотя я знаю остальных кандидатов в моей номинации представленных, мы с ними работаем постоянно, пересекаемся. Я знаю там, допустим, Тамару, которая победила, я знаю вообще там лет 15, мы с ней что только не сделали вместе. Ну, типа, я думаю, все очевидно, да, и потом приходит премия, мне там звонят, приходите, я такой думаю, ну ладно, мне это нафиг не надо, да. Я думаю, позову там маму, ей приятно будет родителям, да, что я там не дурак и занимаюсь там чем-то, но где-то отметили. И даже Тамара побеждает, и даже она со сцены говорит, что я думала, что должен быть другой человек. Да, да, я помню, это вот я помню. И я просто, вот просто логично, я смотрю. Это помню, да. Человек года в сфере молодежных инициатив на этот раз стала Тамара Гришаева, руководитель проекта «Игра по правилам». Премия ей была вручена за поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году она провела несколько турниров по спортивным и настольным играм для людей с ограниченными возможностями. Сама Тамара одержала победу в конкурсе образовательного форума «Новый формат» номинации «Вовлечение молодежи, здоровый образ жизни» и бла-бла-бла. И я открываю свое. Ну, открыл молодежный медиа-центр 200 с чем-то квадратов. Студенты, провел обучение студентов порядка 60 человек. Провел всемирный парамузыкальный фестиваль на территории Калужской области. Не несколько турниров для людей с ограниченными возможностями, а со всего мира привез в Калугу кучу людей с ограниченными возможностями. У меня здесь три дня жили, были предконцерты в Доме музыки, в драм-театре. Открыл творческое объединение, первое в Калуге для молодых исполнителей и выпустил более 100 релизов с молодыми исполнителями. Абсолютно бесплатно все это сделал. Если говорить о грантовой поддержке, Тамара выиграла 40 тысяч рублей на новом формате. Я получил от «Росмолодежи» и вошел в историю успеха «Росмолодежи» и выиграл 3 миллиона рублей. Я такой думаю, просто даже я остальное не читаю, что выходит за рамки. Я просто по сравнению с этим, я вот такой сижу, думаю, а что тогда надо сделать, чтобы получить премию? У меня реально логичный вопрос. Каким образом? Я не, опять же, я там мне, ну, наоборот, это меня подстегнуло. Я такой думаю, наверное, значит, недостаточно, значит, надо еще больше делать. В 2020 году я сделал в 5 раз больше, наверное, благодаря тому, что я не выиграл. Но здесь просто у меня вопросы логичные. А как? Отвечу. Хотя я не являюсь полноценным. Нет, сейчас это не совсем красиво прозвучит. Мой голос не является, во-первых, решающим и стопроцентным, потому что я всех кандидатов знаю, и вы избежание, скажем так, инфицирования, особо так, харизматичными, большими именами и так далее. Я себя, скажем так, уже в последней части исключаю. Вот в вашем кейсе, вот я, если честно, сейчас послушал, но я помню свою реакцию, когда я прочитал заявку. Это вообще катастрофично, когда люди не умеют рассказывать о том, что они делают. Заявку не я заполнял. Вот, я вам объясню, когда вы сидите вот в этом кабинете несколько часов, и все это раздается на листах, вот какая-то процедура происходит. Там некоторые говорят, давайте вот реалити-шоу запустим. Конклав такой. Да нет, не конклав, просто выделяется действительно важное время у важных людей. То есть они честно приходят, потому что если люди не приходят, мы стараемся просто и в следующий раз уже не приглашать в жюри. Потому что таких вот, ну, мертвых душ не нужно. Где-то это очень жарко, где-то это, там, вот я смотрю, это прям единогласно. Иногда это очень тяжело, потому что оказывается, что люди, на которых ты обращал внимание, они просто не прошли голосование там. Что для меня, например, бывает очень странно. Да, люди на меня смотрят и говорят, ну как же так? Я говорю, я не знаю, как так. Вот мы там делали все честно. Я говорю, ну я не могу сказать, что другие делали нечестно. Ну с вами все понятно, они машут рукой. Ну что я здесь, побегу за рукав, потяну и так далее. Калужане не умеют рассказывать о том, что они делали. Потому что, понимаете, там нужна, грубо говоря, детализация. Вот вы сейчас сказали, вот этот форум, да, он, по-моему, в Амбассадоре там где-то проходил. Да, 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 они жили в Амбассадоре. Да, я читал, это было очень интересно, вот эту, как бы сказать, там новость, но там о организаторах вообще ничего не было, я вот помню, что было удивительно. Там, да, три дня это был класс, по-моему, они филармонии там давали концерт, было здорово. Вот, если я правильно помню, а вот заявку вот вашу я не помню вообще, вот честно. Это первый момент, потому что, ну когда человек вот себя там представил, красиво расписал, то ты попадаешь вот под обаяние вот того, что ты видишь. Ты абстрагируешься как бы от человека и стараешься читать то, что он сделал. Это вот как бы первый момент. Второй момент, ну естественно, да, естественно, не то, что есть какая-то установка, да, но где-то у людей уже, наверное, сидит момент того, что если ты вот, скажем так, сильный, ну как Лига Чемпионов, да, вот выходит в финал. Ну понятно, андердог и филарит. Да, да, конечно, и где-то ты всегда на стороне внутренне, даже сам того не желая того, кто бросил вызов там как бы большому. Ты сможешь говорить, ну вообще там класс же, да, и так далее. Вот здесь два момента, вот я еще раз говорю, действительно, большим надо быть еще более убедительным и не стесняться писать о том, что вы по-настоящему сделали. Потому что некоторые говорят, ну как вот мы будем об этом человеке так писать, это же неприлично. Ну неприлично, вот я еще раз говорю, замалчивать это раз и писать ложь откровенно, либо приукрашивать то, что ты не сделал. В моем случае это… Нет, я не о вас говорю, вот, потому что были такие случаи, когда человек там, ну грубо говоря, сбоку с припеком, да, и вот он, как сказать, вот прям ставит свою фамилию, а ты знаешь, что за этим стоит несколько, как бы сказать, человек. А мне, конечно, обращаются там, Роман, ну как вам, я говорю. Ну вот есть вот такие моменты, да, вот я бы на это обратил внимание. Если вы сочтете, там, скажем так, необходимым, примите, нет, нет. В данном случае я вот и говорю, что, на мой взгляд, не сделанная слабая, а заявка, как бы сказать, слабая. Потому что вот люди должны позвонить там, например, и сказать, вот, как правило, вот мы написали, а можно вот еще мы что-то там, как бы добавим. Вот сейчас вот мне недавно написали, ой, а мы же забыли, мы вот это вот сделали, а вы добавите. Я говорю, ну почему мы-то, собственно говоря, должны добавить. Ну мы добавим, да, но вот в следующий раз это вот как это будет выглядеть, вот как это проверить. Понимаете, поэтому вот этот момент, конечно, очень сложный. И вот опережая вопрос, вот нам задавали, а как вот вы, не будучи экспертами, можете оценить, кто вот сильнее в данной, как бы сказать, отрасли. Да все просто. Ты смотришь на то, что люди написали. Там три строчки. Там, допустим, престижнейший конкурс молодых талантов. Вот вы представляете, это там пять часов вечера. Вот, вы начинаете гуглить, где этот престижный конкурс. Например, сайт уже недоступен, там куча каких-то ссылок. Ты вообще не понимаешь, а в чем его престижность, в чем его классность. Может быть, это какой-то платный турнир, где человек там, не знаю, внес тысячу долларов, да, получил вот эту, скажем так, статуэтку и пытается это, как бы сказать, выдать, как что-то безусловное. То есть это получается, в какой-то степени это скатывается в конкурс красноречия, кто круче про себя напишет? Да нет, это не конкурс красноречия, а конкурс, скажем так, правильной подачи командой своего кандидата. В моем случае это было. Я пошел четко по правилам. Не я должен себя подавать, меня подавали. Но просто мне было забавно, что 80% членов жюри, там в частности, например, Олег, наш, короче, Олег Анатольевич Калугин, он же приходил сюда на открытие нашего медиа-центра. Мы с ним там фотографировали, сжали руку, и он вот говорил, вот молодцы, молодые ребята такое открыли. Я думаю, блин. И с другой стороны, ну, даже вот я так скажу, я, конечно, да, там, тщеславие это такое, да, слава признается другими. Но, блин, я уверен, что члены жюри, по крайней мере, меня слышали, видели, знали. Конечно, конечно. А остальных моих этих, ну, нет. Ну, я вот это, вот, я убежден в этом. И здесь, как бы, ну, мне не то, что даже вот сейчас вот Новый год, да. Мне это уже, как бы, чисто просто по приколу. Мне вот хочется. Ну, типа, я сейчас я немножко изменил свой вектор развития. Например, там, я бы, вот, куда бы я подался, да, в этом году. Я бы подался, ну, обратился бы к своим коллегам, да, в той или иной сфере, и хотели бы они меня туда подать. Но вот если была возможность самому податься, я бы подался в СМИ, потому что вот запустил проект подкастов, да, вот сейчас уже 53-й подкаст. Это единственная такая вот свободная журналистская программа в Калуге сейчас, где я разговариваю со значимыми людьми в городе, которые зачастую там, ну, их никуда там не зовут на региональном телевидении и так далее. Потому что ко мне приходили такие ребята, которые там реально делают крутые вещи, но ввиду своей там такой закрытости, может быть, социальной, они там… Ну, скорее всего. Они вот никуда не вылезают, но они реально делают, блин, вообще мощные движухи. Классно. Какие-то обсуждают, какие-то интересные темы. И я бы вот с этим, вот с этим бы я выступил, например, да, либо по бизнесу, опять же. Мы там открыли несколько заведений, они успешно работают, успешно развиваем бизнес. Но я вот опять думаю, если в том году, когда, ну, в молодежных медиа, я там, не знаю, гремел и в России, то есть обо мне знали, слышали, да, там мы провели этот фестиваль после Калуги, провели его в Лужниках, то есть мне дали Лужники на проведение этого мероприятия, да, там меня выбрали как история успеха для последующих грантополучателей на Росмолодежи, там на сайте я висел там чуть ли не в шапке и так далее. То есть если даже в России сделало много, а в Калуге оказывается, что можно провести несколько игр, получить этот новый формат, которым, кстати, я являлся организатором первого нового формата, то есть я занимался культурной программой на новом формате на первых двух форумах, то есть я был частью того, где, посредством чего она получила этот грант. Я пролетаю, и ты думаешь, а что тогда надо реально сделать? Может быть дело-то я к чему? Может быть все-таки есть какая-то личная неприязнь к некоторым кандидатам, а они поэтому не выиграют со стороны жюри. Ну, не будем обесценивать других участников. Ни в коем случае. Тамара машина. Мы с Тамарой делаем... Точно нет, точно я против этого выступлю, как мне это показалось. Вот личного, ну, наверное, все это надо оставлять за скобками. Вот я говорю, есть бумаги, я как человек, который больше 10 лет отработал в преподавании, наверное, это умею, но не все я решаю. Я не знаю, что в головах, как бы сказать, у обсуждающих. Раз. Второй момент. Естественно, я не буду выносить какие-то аргументы, сказанные и прочее. Это не то, что неэтично, но подло и несправедливо, и это тешит хтонь просто. Я вот точно могу сказать, что какого-то пристрастного отношения, вот этот вот там пробрался, там, ах, вот мы его сейчас задвинем и так далее. Я бы сказал, что я это не чувствую. Вот где-то это, возможно, есть, но во всяком случае я бы вот воспрепятствовал. Если я что-то услышу подобное там, да, наверное, я оставлю за собой право, ну, возможно, там завершить свое участие в этой премии, да, пускай вот люди, которые считают, что они так вот будут решать, исходя из каких-то своих пристрастий, кто с кем дружит и так далее. Хотя вот есть иногда моменты, когда человек что-то вот рассказывает, и ты понимаешь, что, допустим, вот в данном случае, это не ваш, не ваш кейс, наверное, надо как-то что-то поменять. Потому что вот когда всплывает, что, допустим, человек присвоил себе заслуги других, то есть человек год это другой, да, он воевал, там, он все это выгребал своими руками, своими родственниками, да, а кто-то вот взял, так вот себя прям приписал, пользуясь как бы положением. Вот это я считаю как бы важно. Если, да, это люди писали мне, как же так, вот вы же сказали. Ну, я всегда вот держал вот историю, которую сказал один член в жюри, там, да, вот в голове. И я вот ждал случай, что со мной встретятся, и я вот как бы это скажу. Но они как бы не встретились, предпочитали язык документов. На что я также сухопара, сухо документально отвечал. Вот в вашем случае, да, я не знаю, будет ли вы пододавить вашу кандидатуру или нет. Я ничего не знаю, скажем так. Я был бы рад, скажу так, потому что это, безусловно, украсило бы. Да, безусловно, это было каким-то значимым фактором. Безусловно, я рискую, потому что если мы там с вами поговорили, вы раз там и выиграли. Ну, понятно, вытащил, продавил. Нет, нет, мы честные. Нет, такой-то, нет, такому, да мы пускай, как бы говорят, все это может быть, такой вариант, как бы приседать. Да мне все равно, вот пускай они такой скажут. Если у вас будет достойная заявка, я еще раз говорю, написанная так, чтобы это был как бы железобетон. Дело не в, еще раз говорю, чтобы вот у меня правильно поняла ваша аудитория, немало отчисленная. Да, как вы говорите, она немножечко вне официальных и около официальных СМИ, но она, как бы сказать, стойкая и слушающая. Вот я для нее хотел бы еще раз донести эту вещь. Надо описывать то, что вы сделали. Вот вы сейчас сказали, вот я весь сел на сайте. Где это было в заявке, ну как бы сказать, в описании, нигде этого не было. Где ты это можешь найти в определенный промежуток времени, да нигде. В 2018 году мы просили дополнительно, вот тоже вот, отвечая на ваш вопрос, мы дополнительно запрашивали у финалистов в одной номинации, ну скажем так, разъяснение. Вы удивитесь, никто ничего не прислал. То есть мы как бы им обратились и сказали, вот пришлите от себя там, от ваших, как бы сказать, от вашего суппорта, от кого угодно. Да, мы ждем. Никто ничего не прислал. Ну, соответственно, мы как решили, так и решили. То есть вот вам как бы официально. Вот, я не злюсь, я еще раз говорю, может быть где-то есть у меня какое-то такое вот сожаление, да. Ну, что есть, то есть. Поэтому пишите дополнительно так, пишите так, чтобы, ну как сказать, чтобы было понятно. Не надо стесняться, если вы выдвигаете своего кандидата, это действительно как бы достоинно. Ну, почему-то, еще раз говорю, пять, да, потому что они ваши достижения может от разных, с разных углов показать. Да, то есть ты читаешь и восхищаешься. Вот. Мне, например, подкупают проекты, да, с людьми, я понимаю, насколько это сложно, там, да. Мне это как будто вы говорите, мне это нравится. Но с другой стороны, я понимаю, что медиа-центр открыть, это не шутка тоже, там, да. И, естественно, где-то ты понимаешь, что, наверное, здесь тяжелейший выбор. И ты вот смотришь, как бы сказать, что как бы есть там, где там три строчки, а у человека там полторы. И ты говоришь, ну, наверное, он постарался чуть больше. Ну, я надеюсь, что в будущем, конечно, может быть, там будет какая-нибудь система модерирования, потому что вы же заранее знаете троих финалистов, по крайней мере, может быть, какой-нибудь посадитель. Не всегда, Иван, не всегда. Вот. Я не всегда знаю финалистов. Я узнаю это, например, в день закрытия, когда уже сайт опять начинает там, там, крифтить. Нет, нет, я говорю, перед самой вот этой, торжественной. Ну, хотя бы там, я не знаю, пусть там какой-нибудь там модератор отследит, просто посмотрит. Просто в гугле можно вбить там, это сразу видно, там выскочит. Если там на человека ни одной ссылки или там какая-то одна где-то упоминание, ну, вряд ли. Вот мы сейчас, кстати, я предлагаю, я неким кандидатам, чтобы было понятнее, например, оставлять, как вы правильно сейчас заметили, электронный след. Пишите что-то, пускай у вас выйдет что-то в СМИ. Ой, ну это же так вот сложно и так далее. Ну, это вот сильно облегчило задачу. Это как верификация ВКонтакте на галочку. Ты скидываешь ссылки на то, что ты сделал. То есть не просто, а вот ссылка, вот моя фотография. Вот я пока как бы рекомендую, но если мы этим обязательным условием, вообще огромная часть людей может отсечься. Я вот это очень боюсь. Но я некоторым как бы говорю, давайте сделайте. Потому что здесь, если брать мою историю, мне, ну, искренне, там, как бы это ни казалось, возможно, кому-то, мне, я от всего получаю кайф, типа, да, я пришел, думаю, не получил, блин, да, я сначала там, и то даже я записал сразу видео после этого, оно есть у меня на канале, посмотрите по премии. Я там высказался абсолютно адекватно, сказал, что, ну, Тамара реально, она молодец. То есть я с ней очень давно знаком, она реально двигается в правильном направлении, и я уверен, что если она не остановится, она дойдет туда, куда она идет, однозначно. И просто здесь проблема в том, что у многих людей начали возникать вопросы. Началась тем самым компрометирующая, как компрометирует сама премия, потому что, ну, блин, если в молодежных, я понимаю там, да, я там по бизнесу далеко мне там, да, те даже номинантов, которые даже до Сорокиной, которая сделала Пиноккио, и спасибо тебе, кстати, огромное. Я там покупаю книги для ребенка, прекрасный магазин, прекрасная девушка, вообще все здорово. Но вот таких номинаций, как наша, где для многих людей, которые в этой молодежной движухе крутятся, это было очевидно абсолютно. Ну, то есть все даже думали, что ну просто, ты можешь как Эминем остаться с ребенком, мультики смотреть, а не ехать на премию, и даже оставить такую, типа, фишку, что первый, кто не приехал получать, но получил. Я такой думаю, нет, ну я для родителей там и так далее. И у людей начали возникать вопрос, что это вообще за премия, если вот в такой очевидной номинации человек не выигрывает, хотя это видно, это на слуху, это такое. И я наоборот людей пытался успокоить, что типа, ребята, значит, ну вряд ли там собрались вот этот вот, там сколько там, 8-10 членов жюри, которые сидят такие, как злые волшебники, такие, ага, вот сейчас-то мы как раз его подколем. Да, ну вряд ли. Ну тут действительно вряд ли. Во-вторых, я предполагаю, что, ну с другой стороны, тоже обидно, если члены жюри, которые, компетенция членов жюри, это тоже очень странно. Опять же, это я вот сделаю вывод, сейчас такую немножко долгую параллель проведу. Недавно я ходил в торгово-промышленную палату на собрание по поводу рекомендации Роспотребнадзора о закрытии заведений. В заведении, да-да-да, не знаю, жюри. И вот какой-то там член или председатель союза предпринимателей Калужской области или какой-то вот такой должность занимает, человек сказал, на полном серьезе, он сидит в зуме, у нас сидит во всех районах, куча народу. А кто вот ходит в заведение после 11? Ну ладно, вот, ну до 10 повеселились, ну в 7 вечера. Юра Галаян на вашем месте сел, он сказал, что он просто не знает, что не у всех дома есть свой бар, свой бассейн и так далее. И он это на полном серьезе так считает, то есть он реально уверен в том, что люди не тусуются с 11, хотя я, например, раньше 11 и не, ну из дома не вылезут, потому что я понимаю, что, видишь, там, ну к часу уже вот все подопьют, начнется веселье. Так здесь, возможно, тоже эти люди, они умные, образованные в своей конкретной специализации, то есть там политики, журналисты, но они не могут, может быть, стоит расширить круг, вот как есть киноакадемия, их там 200 человек. И они там вот в закрытом голосовании высказывают там свое мнение и там голосуют за кандидатов. То есть, может быть, в эту сторону стоит. Хороший момент, вот два их отвечу. Вот на первый заметил чисто техническая вещь, извините за это чисто. Заявки, вот поддерживающие стороне, надо не отписывать, а писать, вот просто от души, потому что если ты проникся вот этим делом, да, другого человека, ну ты его красивый подай. Вот, наверное, в этом я и скажу от себя, потому что если бы там, от себя бы я никогда ничего не подал бы, безусловно. Вот, но если бы я писал там о каком-то человеке, я бы уж там дня бы четыре посидел, вот как вы говорите, все составил, картиночки бы приложил, еще бы звонил раз десять, да, для того, чтобы, как бы сказать, приняли тогда. Ну, вот не всегда это получается. Вот это как бы первый момент. По поводу вот этих злых волшебников, никому это, естественно, не нужно. И вот заметьте, проще всем сестрам раздать по серьгам и не входить ни в какие конфликтные ситуации. Вот смотришь у имя у человека, ничего не сделал, но, скажем, погоны, реноме, и ты понимаешь, что тебя будет завтра ждать в социальных сетях. Я вот очень долго не регистрировался, просто под премию человек год, ну, как бы надо, вот появился, там, да, ВК я как-то особо не веду, просто для музыки, как мессенджер. Вот это, как вы сказали, у меня было потрясением. И вот, как бы, момент о расширении, да, вы знаете, вот, ну, не стремятся вот люди, вот, не приходят и говорят, вот, давайте помогу. И, соответственно, вопрос, может, отдай премия плохая, там, да, что вот люди не идут. Да нет, потому что это ответственность, потому что вот это сидеть перед вами и вот смотреть, да, про логотип, слушать про аудиторию и так далее и тому подобное. Никому это особо не хочется, там, да, можно в белом пальто стоять, скрестив руки и говорить, ну, вот тут не доработали, вот не доделали. Ваши вопросы я принимаю просто потому, что вы участник, там, да, если мне кто-то другой задавал эти вопросы, там, да, я просто стал бы и отвечать бы не стал, потому что, ну, собственно говоря, вы не знаете. Язык отсохнет, отвечать всем тогда. Да нет, не то, не то, что, потому что вы были изнутри, вы, как бы, понимали, там, да, и у вас есть совершенно, там, справедливые вопросы, да, есть вопросы, которые, ну, скажем так, как вы сказали, возникли просто так, ничем не подкреплены, да, и я ни в чем человек не смогу убедить. Вот зачем, как бы, задавать вопросы, если ты не хочешь получать ответы? Вот это, как правило, потеря времени. В данном случае вы хотите как-то разобраться, или мне это кажется, да, и я свою позицию, как бы сказать, проясняю. И мне кажется, мы где-то находим общий язык. И вот, да, найти вот большое количество людей, которые готовы вот это принять, ну, пускай приходят, давайте обсуждать. Ну, вот, просишь людей, они говорят, ну, да, мы подумаем, наверное, вот. Ну, невозможно за этим думанием следить, и мне кажется, что это будет, знаете, как, опять, утопия, такое коллективное дело, да, что вот соберутся люди там, все это вот, сам опыт забьется, вот, а ты вот, как бы сказать, будешь вот, ну, саму процедуру обеспечивать, да, вот искать вот эти вот там деньги, договариваться с партнерами, чтобы им было классно, потому что на них тоже, как бы сказать, падает громадная, вот, громадная ответственность. Вот, они мне тоже задают такие же вопросы, там, да, потому что они говорят, слушайте, ну, как же так вот, мы для себя наметили фаворита, а он вообще вот как-то сказать и не смог. Я говорю, ну, вот так произошло, вот, и мы смотрим друг на друга. Не знаю, это вопрос доверия еще, тоже большой момент, потому что, если тебе не доверяют, ну, опять же, не убедишь, не заставишь там себя любить, говорить что-то там честно, что ты сделал. Да, конечно, хорошим для всех невозможно быть. Да, я очень хотел, это была большая ошибка, но 2018 год все это исправил, когда мне позвонили, сказали, что, чтобы твоя, как бы сказать, там, вот, я отец, у меня вот, дочка участвовала, говорю, она не выиграла, она плачет. Я говорю, ну, не за чего платят, говорит, уже то, что тебя выдвинули, на мой взгляд, классно. Вот, ну, значит, тут есть люди, которым ты дорог, но это же громадная ценность. Это же, это же вот, вот это уже достойно где-то внутреннего Оскара, а то, что ты там проиграл какому-то человеку, ну, и ладно, вот, ну, и хорошо, ну, ничего здесь страшного нет. Вот, там, людям за счастье в финал попасть, людям за счастье вообще там посмотреть и так далее. Вот я вот, как вы говорите, кайф вообще получает участие в основном. Я абсолютно так же, для меня главный процесс. Как сказал Майкл Джордан, я бы там не попадал столько, если бы столько не промахивался. И здесь то же самое, мне вообще кайф, то есть, мне было прикольно. Естественно, конечно, у меня там были вопросы к организации, что в 19-м году мы там нас согнали в этот холл, мы стояли час в этом холле, там есть люди, там ходили ветераны какие-то, старики, они так же стоят, сесть негде, какая-то непонятная движуха, то есть, ну, организация, на мой взгляд, ну, просто ужасная. Вот прям, катастрофически непонятная, для меня непонятная. Я опять же, говорите по этому, я готов стать, выступить таким консультационным органом, креативным директором премии. Я вам отвечаю, через три года это будет самое ожидаемое мероприятие в году. И денег намутим вообще вот так. Я не думаю, ну, я не думаю, что на самом деле там речь о прям вот, ну, колоссальной. Это не так, там, я думаю, единицы, а не десятки. В смысле единицы, что это, рублей, сто рублей? Нет, единицы, в смысле единицы миллионов, а не десятки. Нет, там вообще миллиона нет, там нет миллиона. А даже надо меньше? За что? Ну, чтобы сделать эту премию. Суммарно, там меньше миллиона, конечно, конечно, вот, конечно. Да мы ее сами сделаем. Я к тому, что я готов. Мне не нужна эта премия, на самом деле. Мне нужна премия GQ, человек года, через 10 лет. Это хорошо. Вот, но... Если коронавирус пройдем, с минимальными потерями. Это всем бы хотелось. Будьте здоровы, носите маски, соблюдайте дистанцию и заботитесь о близких, если о себе не заботитесь. На самом деле, если так немножко такой итог подвести. Мне нравится, что в Калуге есть такая премия. Я считаю, что есть очень много людей, опять же, это гости моего подкаста в частности, которые реально достойны ее в тот или иной период времени. И, возможно, благодаря... То есть, например, мне, да, там, я там, ну, немножко чуть погрустил, там, 5 минут, потом пошел, там, коньячку бахнул, и у меня все отошло. А, возможно, для кого-то, да, эта премия, получение этой премии, это реально дополнительный стимул для того, чтобы совершать еще больше. Для кого-то это какой-то другой. То есть, ну, плюсов от нее, от появления ее гораздо больше, чем минусов. Это очевидно. Стоит ли над ней работать? Естественно, стоит. Стоит ли ее улучшать? Естественно, стоит. И стоит ее постоянно улучшать. Вообще, в идеале, там, расписать ее на 5 лет вперед и знать, какая она будет, где она будет, кто на ней будет через 5 лет. Чтобы у команды было понимание, к чему мы идем и какая цель вообще добиться. Какая цель у всего этого проекта. Я, опять же, от себя готов помочь во всем, чем я могу. Я уверен, что я смогу помочь. И людям, которые в Калуге вообще смотрят, и не только калужане, знайте, что на самом деле сильные миры сего, которые что-то делают, все что угодно, они, как правило, самый слабый, самый уязвимый пласт населения. И подобные премии для них это в какой-то степени, ну, реально, как такой вот глоток кислорода. Поэтому и без премии цените людей, которые что-то делают. Это очень важно. Это хорошо. Это вот за себя скажу, блин, очень сложно добиться поддержки. Не всегда она нужна, но иногда она прям капец как нужна. Когда просто придет, чувак и скажет, блин, классный ты малый. Все, этого достаточно. Поэтому цените людей, которые находятся рядом с вами. А премии, даже если мы вместе, или там вы, или кто-то еще сделает ее, ну, прям вот, ну, вообще прям, она будет лощеная, идеальная, по-любому найдется тот, кто скажет, блин, это все говно. Да, пожалуйста, пускай говорят. Хотя я вот, честно говорю, мне не всегда понятно, ну, если даже плохо говорят, это вот, это же здорово. Я воспитан по-другому, я не люблю. Я люблю, когда хорошие, честные отзывы, да, и конструктивно. Вот вы сказали там, да, по поводу предбанника. Ну, там очень сложно что-то придумать, там очень граничная часть. Вот со временем, да, немножко промахнулись. Мы специально там распределяли время, но вот я еще по поводу фестиваля могу сказать. Вот есть люди, которые бронируют что-то, а потом как бы не приходят, например, да, или говорят, вот я приду к такому-то времени, вот мы столько-то придем, и ты раньше, ну, рассчитываешь потоки, а потом оказывается, что они не являются, что тут переносит, да, что-то там задерживается, и возникает, как вы сказали, вот эта мутьевая движуха, на которой ты, собственно говоря, никогда не рассчитывал, не брал, как бы сказать, в голову. Безусловно, это сложная часть вот этого, потому что мы думали, что, наверное, вообще никого не надо развивать. Зашли в зал, сели, посмотрели, разошлись. Но сами же участники премии говорят, нам нужно пообщаться. Мы в этом плане пошли на поводу. Это, наверное... Нет, такие бреки, они однозначно нужны в этом-то. Большая часть, ну, как это, наверное, будет единственное матерное слово, поэтому заранее отойдите от экранов те, кому это не нравится. Это же ярмарка еблоторговли. Ты приходишь туда поторговать лицом, пообщаться с этими, пообщаться с этими. Потому что я за себя скажу, наверное, самые значимые проекты, они были сделаны благодаря вот таким мероприятиям. Когда там с одним постоял, с другим вышел, покурил, с третьим кофе куба пил. Что-то так поговорили, давай встретимся, созвонимся, сделаем. Ну, это не торговля лицом. Это такая вот ярмарка контактов. Потому что торговля лицом, я вот устал от этих немножко людей. Это, слава богу, становится все меньше. Становятся людей, которые стесняются. Вот как раз наоборот бы их вытащить. Вот, я только... А вот те, кто уже наторговался, вот пускай у них будет какой-то отдельный... Меня порой мои коллеги и партнеры заставляют куда-то сходить. Потому что я вообще не люблю эти светские выходы. Для меня это прям тяжесть. Я вот... Мне не нравится то, что там вот... Я не говорю конкретно про вашу премию, а в принципе эти мероприятия. Это вот такое ярмарка какого-то надменности и тщеславия, выдуманного. Когда вот ты думаешь, блин, ты сидишь в Калуге, если ты... У тебя лицо как будто ты принц Монако, ты нет. И типа, а я вот веду себя как я хочу. Мне вот по барабану. Я вот считаю, что передо мной мудак. Я подойду и скажу, блин, мне кажется, ты мудак. И это... Такие мероприятия это не приемлют. Но ладно, чтобы не уходить в эти дебри. В общем, давайте... У меня в конце есть такая рубрика в подкастах. Типа разговор с самим собой. Когда гость говорит с самим собой в разный период времени. Давайте вы что-то скажите организаторам премии Человек года в Калуге 2050 года. В какой период? Вот эту камеру. Вот 2050 года. Я вас просто не представляю сейчас визуально. Скорее всего, это будет уже другой антропологический формат. Какие-то сверхлюди, наверное, отличающиеся от того, что есть сейчас. Ну, в любом случае, я хотел бы сказать, что помните о тех, кто это начинал. Пусть эта история не заканчивается, пускай она продолжается, потому что люди — это память. И решайте справедливо, решайте так, как необходимо, и пусть будет больше людей, которые совершают классные поступки, которые совершают благие дела, и о которых не стыдно рассказывать другим. Вот и все. Прекрасные слова. И в финал, как вам подкаст? Я вообще думал, о другом поговорим. О чем? Не знаю. О жизни, о литературе, вот в этих персонажах, которые наклеены. Некоторых знаю, некоторых нет. А у меня, кстати, камни... Мартина Лютера Кинга забыл, вот сейчас вспомнил. Меня, кстати, за это вот очень сильно ругают, что, например, я как раз-таки, я зову в подкаст людей, я общаюсь с ними не на профессиональные какие-то их темы, а вот просто о жизни. А мне все говорят, блин, вот ты позвал там, не знаю, недавно Кожевникова, да, там из частной практики, а говорил с ним не про бар, а про как жить в стране. Я говорю, блин, да про бар неинтересно. Интересно о том, как человек считает, как он отвечает на те вопросы, которые мы каждый день сами себе задаем. Ну, здесь так получилось, но я думаю, что... Да, я хотел о жизни поговорить, а? Я... Подкаст мой никуда не девается. Я не Ник ТВ. Ко мне может приходить тысячу раз и хоть каждый день и с удовольствием пообщаемся и о жизни. Нет, большинство из того, кого вы назвали, я респектую. Мне нравится, как Ника сейчас делает контент. Вообще, по-моему, классно. У них новая студия, кстати, зацените. Студия Пушка. Да, и... Тефи Регион, опять шортлист, молодцы. Вот сейчас вот проходило некое мероприятие. Работали люди с Ники, очень стойкие. То есть целый день, например, вместе с нами. Нет, там работают настоящие профессионалы. Я просто... Почему я... Кожевникову тоже респект. Они вообще молодцы. Это, во-первых, два брата, которые не поругались, не поссорились, что вообще дикая редкость. Вообще, они... И классные люди, помимо вот своего и бара. Да. Да, они очень приятные. Это вообще украшение этого города. Вот я считаю. Вот такой проект. Я горжусь, что это даже люди, которые когда-то в моей педагогической практике находились. Я ими горжусь по-настоящему. Я уже старый, а это молодцы. Я поэтому и зову людей. Людей тех, кем гордятся. Потому что, ну правда, есть там вот ректоры-ребята, которые, может быть, ну по разным причинам, не на хайпе, если можно так сказать. Но, блин, они реально интересные. Делают реально крутые вещи. Прям вот я сижу общаюсь, думаю, блин, офигенно. Почему ты нигде? Это же... Но я думаю, что... Я... Это самая обидная история, потому что вот у меня есть своя какая-то собственная мифология. Я вообще считаю, что Калуга – это достаточно территория талантливых людей. Центр вселенной. Ну не центр вселенной. Это, вот это, конечно, сильное допущение. Вселенная множество центров, как современная наука говорит. Но здесь много очень талантливых людей, и мы постоянно обесцениваем то место, где мы живем. Мы постоянно обесцениваем друг друга. Как вы сказали, вот, а, это там делает подкасты. Ну ладно, там парень упражняется. Почему это классно? Кто себе может это позволить? Делает и делает. 53 выпуска. Вот люди, которые в медиа, я вам скажу, вы хотя бы 5 сделаете. Вот пороговые. Пороговые. Сделай 5. Вот тогда посмотрим. Вот я, например, там снял, там, некое количество интервью. Я их смонтировать не могу. Времени не хватает. Я вот говорю, что молодец. Сделает. 53 человека нашел. Здорово. Только вот, как бы сказать, искреннее уважение. Открыл бар, здорово, вообще замечательно. Который просуществовал несколько лет. И вот здесь много людей, действительно много. Я знаю депрессивные регионы, где и города. Где ты посмотришь, у людей уже давно глаза потухли. Какие подкасты. Там лучшее место, это секонд-хенд. Да, и ты смотришь, и ты понимаешь, на самом деле, в каком-то неплохом городе живешь. Галуга-пушка. Да, что ты можешь пожать руки людям, у которых там свои бары, которые открывают заведение, и ты можешь куда-то прийти. И это не всегда стыдно. Это даже хорошо. Я, например, испытываю удовольствие от этого. И мне очень бы не хотелось, чтобы вот такие люди, они просто потерялись, уехали, и их там переживала, как бы сказать, Москва. А если бы они добились какого-то там локального успеха, и все говорят, вот видите, уехали из этого там болота. Как-то я люблю, вот Калуга-болото. Ну, некоторые люди должны жить в этом болоте. Они значимы только в рамках этого болота. Ну, и классно, и хорошо. Мы вот певцы этого болота, и ничего здесь я как бы зазорного не вижу. Комментаторы в паблике Калуга, я отсюда никуда не уеду, и буду бесить вас еще очень долго. Вы можете здесь быть, одновременно там работать, там на Нью-Йорк, и так далее, и тому подобное. Это уже мир знает такие практики. И вот тоже могу сказать, мы почему-то вот все, вот вы сказали, там колхоз. Я вот, например, не стесняюсь. Это, наверное, как бы наш уровень. Но вот опять же говорю, что пускай будет альтернатива. Да, вот у меня пока колхоз. Вот я согнал, вот я пока не председатель, я зампредседателя колхоза. Вот у нас так. Да, мы стараемся быть лучше, но я не вижу, что это провально, и это абсолютно плохо. Это вот точно, и меня никто в этом как бы не переубедит. Я считаю, что вот если наше количество хороших, там все там скажут, а понятно, там какая-то теория малых дел, но все количество хороших сложится, и окажется, что здесь все не так уж как бы и вздорно. С этим можно работать, и надо просто преодолеть вот эту, на самом деле, провинциальность, потому что только провинциалы говорят, а о болоте, вот истинный признак. Вот все плохо, нас здесь не устраивает, нас ждет Питер. Питер скучный. Нет, мне здесь все нравится. Москва классная, вот. Мне нравится то, что просто многие люди, ввиду своей природы, элементальности, они тоже нужны, они тоже выполняют важную функцию, но им нужно помочь, а им не помогают. И поэтому мы нужны для того, чтобы им помогать, открывать, показывать, рассказывать. Согласен. Ну, обращаясь даже к этим людям, мы очень многословны, уже нам нужен финал. Ребят, вы хотя бы попросите, как в анекдоте, вы билетик хотя бы купите. Нельзя вот все время сидеть, вот нас не любят, нас нигде не видят, нас никуда не зовут. Ну, конечно, не зовут, потому что вас просто кто-то не знает. Вы не так написали бумагу и даже не оставили обратного адреса. То есть люди хотели бы вам позвонить, но не могут. Постучить несколько раз, встретимся, обсудим. Я не говорю сейчас о себе. Ищите варианты. Иногда просто некоторым приятно сидеть в таком андеграунде, считать себя гиперталантливыми, пестовать свой талант, а вдруг его и нет. Вы просто пройдите вот это испытание мнения, мы тогда поймете. Поэтому не надо стесняться. Мы сейчас это делаем. Ой, сейчас там комментарии будут. Пускай приходят. Отлично. Приходите на подкаст, поддерживайте, запускайте свои каналы, пускай вы хотя бы попробовали. Это я опять же, я вот как человек, который записывает подкасты, какого хрена в Калуге один подкаст? А сейчас вот выпустился второй. Не знаю, если что. Какой-то Вепринцев Паша делает, он тоже обязательно придет. Мы с ним давно еще договаривались. Блин, что сложного? Ну, понятное дело, я тут заморочился, себе сделал студию, там оборудование купил. Это можно просто на телефон записывать. Записывайте. Я слушаю подкасты, мне интересно мнение людей. Короче, это круто. В общем, спасибо огромное, что пришел. Ну, конечно, пришел. Распозвали, надо поддерживать других. Было круто. Надеюсь. на многие вопросы. Будем участвовать, не будем участвовать в премии. Следите дальше, я не знаю. Может быть, может быть, нет. Никто не знает. Спасибо. Спасибо, дружище. А, вы, так, кстати, что, не сказал вам, ребята, вы, если хотите подписаться на канал, не хотите, не подписывайтесь. Хотите, подписывайтесь, хотите, поставьте лайк. Не хотите, не поставьте лайк. Напишите комментарий. Вот это вот даже, если не хотите, напишите, потому что интересно знать мнение. И в целом, как я вам всегда говорю, делайте все, что хотите, в рамках законодательства Российской Федерации. Лучше не скажешь. Всем пока-пока. Ура.